Проект Большой Евразии обсуждают сегодня на Астанинском экономическом форуме. По мнению экспертов, он позволит успешно пройти технологическую революцию, которую можно наблюдать в настоящее время. Каковы возможности расширения интеграции в Евразии? И может ли в этом процессе одну из ключевых ролей сыграть Евразийский экономический союз? Ответы ищут эксперты форума. За дискуссией следит наш корреспондент Иван Тулинов. Он на прямой связи со студией. Здравствуйте, Иван. Каковы заявления сейчас в эти минуты? Да, здравствуйте, Лаура. Одна из тем, которые обсуждают участники форума, связана с интеграционными процессами. Спикеры в докладах презентуют свое видение будущего и развития мира в целом. По их мнению, глобальное сотрудничество между странами неизбежно. Оно будет затрагивать все области общественной жизни, включая экономику, политику, социальную сферу, культуру, экологию и безопасность. Ну а что касается самого проекта, получившим название «Большая Евразия», то, по мнению президента Делового совета Евразийского экономического союза Виктора Христенко, этот проект вполне может быть реализован. Причем такое объединение стран, как Евразийский экономический союз, включающий в себя Казахстан, Россию, Белоруссию, Кыргызстан и Армению, вполне может стать ядром этого процесса. Так как ЕАЭС смог продемонстрировать свою эффективность создания единого рынка услуг, товаров и рабочей силы. Также возникает вопрос, в каком формате может существовать Большая Евразия. На площадке Астанинского экономического форума прозвучал на него ответ. По мнению спикеров, ЕАЭС может интегрироваться с такими проектами, как экономический пояс шелкового пути на востоке, Европейский союз на западе и на юге с Индией. Причем это должно быть сотрудничество не просто в области отдельных проектов, а в том, чтобы создать унифицированную правовую базу для работы. Притом спикер отмечает, что на таких больших территориях инфраструктурные проекты не могут быть конкурентными, так как это слишком гигантские ресурсы для того, чтобы создавать на таких огромных пространствах конкурентные коридоры и пути. Так вот, если существующие объединения найдут в себе возможность создать правовую базу, это и будет ответом на вопрос, какой будет формат приобретать Большая Евразия. В целом, проходящий в эти дни Астанинский экономический форум стал десятым по счету. Тема этого года – новая энергия, новая экономика. Программа очень насыщена, заявлений очень много о них в следующих выпусках новостей. Лаура. Спасибо, коллега Иван Тулинов вместе со съемочной группой следит сейчас за дискуссией на проекте Большой Евразии, который проходит в рамках Астанинского экономического форума. Продолжаем. Продолжение следует...